Всем привет народ, с вами Варчик. В этом видео поговорим про самый сильный, прокачиваемый, тяжелый танк в игре World of Tanks. Уже очевидно, что это WZ-195A. Если вы начнете когда-нибудь качать китайские ветки, вы поймете, что это то еще занятие. Более слабых танков в ветке прокачивания, наверное, нет больше нигде. Но нам еще повезло, что эта ветка не СТшек, а тяжей. У тяжей тут более-менее хотя бы через один. Один танк помойка, один танк хотя бы средненький. А вот у ветки СТ, у Китая, там вся ветка лютая помойка вместе с десяткой. То есть ветка вообще не имеет смысла целиком. Здесь хотя бы в конце у нас приятный сюрприз. Также еще на девятом уровне более-менее нормальный танк. Он в принципе играется точно так же, как и десятка. Единственное, что брони заметно меньше. Восьмерка уже устарела и слабовата в виде 110-го. Седьмой уровень это просто ИС, ничем не выдающийся обычный танк седьмого уровня, на котором несложно играть, несложно пройти. А вот на шестом уровне Тай-58 это лютейшее калище. Кончений танка не придумаешь. Он очень сильно уступает Т-34-85 и это непонятно, поскольку это практически просто тот же самый танк, только китайский. Но при этом он люто бракованный получился. Теперь поговорим про сам ВЗ-1195А. Танк офигенный во всем. Он хорошо едет. Он неплохо так танкует, если мы будем использовать рельеф. Можно немного и бортиком потанковать, но щеки лучше никуда не выставлять. Слегка танковать гусеницей. Все. Также еще хорошо танковать можно от рельефика. У нас еще и УВНы неплохие. Как для плоского низкого танка 7 градусов это великолепно. От рельефа накидывать от башни вообще очень приятно. Также у нас хорошая пушка с великолепным ДПМом. Пробитие там на голде, без голды. Все хорошо. В основном статисты наверное любят этот танк, потому что кумульчики подрубил и тяжам просто разломил всем лицо. И все отлично. Плюс еще УВНы хорошие, играть удобно и накидывать от башенки безопасно, бесплатно урон по врагам очень хорошо. Вот в принципе вся суть этого танка. Также у него настолько лютый ДПМ и скорострельный, что он своей альфой просто накидывает, накидывает, накидывает. И враги просто через довольно-таки небольшой промежуток времени они тупо заканчиваются. Вот в принципе вся концепция танка. Приезжаешь и сжираешь скорострельность у врагов. Все. Самое главное не въезжать в перекрестный огонь под кучу врагов, всегда находиться в укрытии и безопасно при этом наносить урон. Это суть не только этого танка, но суть всей игры. Самое главное не подставлять на этом корыте жопу. На китайском танке жопу подставлять нельзя. Он сразу начнет сыпаться, гореть, взрываться там и так далее. К слову, в этом видео мы видим целый один бой, который я сыграл на этом танке, чтобы записать это видео. Хотел я награть какой-то там замечательный офигенный бой, но картошка мне не дает этого сделать. Это должен был быть сюрприз для вас, поскольку этот танк на стриме я не катал в последнее время. Вне стрима хотел награть вам бой, чтобы показать его в видосе. Но после того, как я сыграл первый раз, этот танк у меня не мог починиться после боя. У картошки проблемы с серваками. Потом через день я попробовал на нем поиграть, у меня вообще на серваки не заходит. Короче, когда я пытаюсь поиграть вне стрима на этом танке, что-то все время идет не так. В итоге мы видим один бой из одного боя. Неимоверные усилия, чтобы записать это видео. Сыграл один бой. Картоха просто мне не дает своими этими дидос атаками. Причем я посмотрел видосик про дидос атаки. А оказывается, если на серверах есть открытые порты, да практически с телефона, делать такие лютые дидос атаки, что серваки просто обсираются. И для этого особо ничего не нужно, никаких там сверхресурсов. Насколько я знаю, у картошки там все открыто, в плане, что всякие сайты там могут брать статистику и так далее. Не знаю я это, открытые порты, не открытые порты. Я особо не углублялся, не разбирался. Но у меня есть подозрение, что картошка что-то сама виновата в своих дидос атаках. Но я может быть не прав, не знаю. Одним словом, что? Одним словом, ВЗ-111-5А самый сильный танк 10 уровня. Прокачиваемый. И он находится в одной из конченнейших веток. Которая тупо слабая. Это как бы небольшое продолжение на тему в картошке и не планировался баланс. Поэтому, если у вас есть чертежи, то в принципе, эта ветка создана для того, чтобы поглотить все ваши чертежи, чтобы вы не мучились на этих танках. В ветке ВЗ-1195А можно поиграть самому только на ИСе втором, на ВЗ-111, 1.4, ну и собственно десятка. Все остальное лютая срань. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока.